добрый вечер а и приветствую вас здесь санкт-петербург а вот куда будете город харьков меня зовут александр меня его ночью да иван слушая вас внимательно наверно войне общаетесь ну а у вас какая-то есть интересная тема на разные темы общались если человековой необычно общаться тоже не общаюсь что делать так может у вас какой-то вопрос есть с чего все началось вот этот конфликт где точка невозврата как вот вы считаете так тоже его знают крым наверное моё мнение спрашиваете правильно я думаю что крым крым а почему была точка невозврата хорошо а почему тогда вот когда отправили а то там на донбасса почему пошли не на крым тогда там то точно были нашего и сказать это на донбассе не точно ваши них там не было а я понял их то и так мы называем их там нет и да почему в крыму то они были точно как будто все знаю почему в крым не пошли тогда если Из-за Крыма, вы считаете? Потому что Российская Федерация, чтобы прикрыть оккупацию, аннексию Крыма, начала гибридную войну на Донбассе. Так, это я понимаю, да. Я вопрос не в этом. Почему вы не пошли в Крым? Потому что ваша страна развязала гибридную войну на Донбассе. И стала продолжать, если и попытаться пойти в Крым, то это мечта вашей кремлевской вот этой вот шушеры. Хорошо, хорошо. Это мечта Путина, чтобы в СССР пошло на Крым. Я понял, я понял. Немножко другой, немножко другой вопрос. А почему тогда на Майдане кричали «Москаляку на Галяку?» Это же было до Крыма, до Донбасса. Конечно, конечно. Почему кричали «Москаляку на Галяку?» Это самое гениальное предвидение. Они теперь, вот те, которые кричали «Москаляку на Галяку», а мы, вот некоторые харьковчане, не понимали, зачем это надо кричать. Вот те, кто кричали, они же теперь нам говорят «Ну что, вы поняли теперь?» И мы такие, ну да, ну поняли. Но это же было до Крыма, понимаете, это же было до Крыма. Я же говорю, гениальное предвидение. А гениальное предвидение? Ну, это же очевидно. А нацбатальоны откуда взялись, там правый сектор, вот эти вот тоже, которые сразу отправили на Донбасс, то тоже предвидение было гениальное или что это? Сопротивление, агрессия, оккупация. То есть они появились же тоже до всего этого, да? До чего? До чего? До Майдана, я так даже понимаю. До Майдана появились? А, не, ну если как бы, если вы так считаете, то я тут и спорить не буду. Не будете спорить? Не буду, конечно. Ну, понятное же дело, что они же появились до Крыма, до Майдана. Хорошо, во всем виноват Путин, да? Нет. Путин вообще ни в чем не виноват. Он выполнял волю российского населения, которое хотело оккупации, агрессии, новых территорий, величия, скреп. Он же, ну посмотрите, Путин же, он просто выполнял волю... Путин же, ну как бы, представляет волю российского населения? Безопасности хотели, нет безопасности, вот не сказали. Российское население, а им кто-то угрожал? Москаляку, нагеляку кричать это не угроза? Я же говорю, что это гениальное, гениальное предвидение, конечно. Они же знали природу. И теперь, когда вот сбываются пророчества, знаете, как пророчества сбываются. Пророчества, вангуете вы там все, да, вангуете. А как вы считаете, генетически русский украинец это один народ или нет? Генетически? Генетически вообще, так сказать, европейная раса как бы. Но, наверное, все-таки нет, потому что у вас же есть еще одна хромосома. Хромосома дополнительная, хромосома духовности, хромосома вот этих скреп. Каких? Духовных. Духовных скреп. Духовная генетика здесь в чем? Ну так хромосомы это же генетика, ну вы что вообще биологию не знаете? Если ваш народ, ну не народ, население является носителем вот этой вот еще одной хромосомы, это однозначно генетика, ну что вы? Ну вы, наверное, в школе не учились. Мне кажется, вы что-то там пересмотрели, или что вы сейчас сами себе запутались, или что? Понимаете, вы задали настолько умный вопрос, что я, отвечая на ваш вопрос, я как-то вот сделал просто удивительное такое открытие. Русский, русский, украинцы это один народ или нет? Нет, я же говорю, генетически нет. Нет, а мы смотрите, мы тысячу лет жили же вместе. Русь, Российская империя, Советский Союз. Весь мир, весь земной шар вместе жил. Что весь мир? Весь земной шар жил вместе. Ну вы же можете отличить, например, индейца, или африканца от русского, да? Ну, наверное, да. А русского от украинца же не отличить никак? Я же говорю, надо просто не пообщаться с человеком, и все становится ясно. Вообще, ну вот смотрите, к примеру, украинец приехал в Россию, ну, или здесь родители у него приехали, родился, да, украинец. Вот он стал вообще и выглядит как русский, и говорит как русский. Как вы отличите? Он перестал уже быть украинцем. Уже перестал быть украинцем, да? Он получил хромосому. А Украина вообще когда появилась? Украина вообще когда появилась? Вы знаете, ее вообще никогда не существовало, а это генштаб, вот этот австрийский генштаб все придумал. Придумал язык, песни. А можно назвать одну войну, которую выиграла Украина? Ну как же, а вот битва под Харьковом. А город можете назвать один, который основала Украина? Основала Украина? Ну все наши города основаны украинцами, конечно. Ну не все, есть которые греками основаны. А не Российской империи? В Российской империи? А в Российской империи, по-вашему, украинцев же не было, правильно? Ну там все россияне были, русские люди. Русские люди, а казахов не было, не было туркменов, не было. Почему не было-то были? Ну не было украинцев. Ну как раз туркменов, а, украинцев не было. Ну, как говорится, ну не было, так не было. Я же говорю, что генштаб австрийский придумал украинцев. Они тогда еще, наверное, генетики не знали. Вы серьезно на один вопрос не ответили, потому что на них нет ответа. Вообще, вообще, вообще ни на один вопрос я не ответил, конечно же. Это же очевидно. Да, так вот получается. Вот у вас какое образование? У меня-то вообще нет образования никакого. Я понял, я понял. Но, ну вот, к сожалению, может быть, поэтому вы не понимаете мои ответы. А потому что, знаете, сейчас образование-то все такое ненастоящее. Да, 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 да. Особенно вот эта мысль у вас очень правильная. Я полностью с вами согласен, что как раз... Подождите, дайте я договорю. Вы же сказали, я же вам в ответ. Я полностью с вами согласен. То население, которое является носителем вот этой вот духовной лишней хромосомы, оно как раз считает, что образование совершенно не нужно. Образование, наука, прогресс, цивилизация, это все вот не нужно совершенно. Вот этим мы как раз отличаемся. А вы с чего-то взяли вы мне, скажите, такого вывода оттуда взяли? Я это просто вот из общения с нами, я понимаю, как вот важно с вами общаться и постигать новые глубины исследований. Книгу умную какую-нибудь почитай, которая пригодится. Ни литература, ни это, ни художественная только. Ни художественная. А вы какую книгу последнюю прочитали? Последнюю я прочитал «Тайный советник вождя», но это была как раз художественная литература. А кто автор этой книги? Владимир Успенский. И как? Вот, честно вам скажу, читал очень много хороших книг, да. И вот когда вот эту прочитал, понял, что это самое сильное. Я когда, там две с половиной тысячи страниц на телефоне, да. Я когда прочитал тысячу страниц, мне очень было жаль, что осталось всего полторы тысячи. Я понял. Что я знал, что не кончится. А скажите, пожалуйста, а какую главную, ну какие главную или главные мысли вы, что вы поняли из этой прочтения этой книги? Мысли-то? Да. Во-первых, там накал, я вам расскажу, да. Во-первых, накал страсти, во-вторых, что там... Но это эмоции, это эмоции, а мысли... Я вам скажу, да, скажите, послушай, да. И что в очень, в тяжелейших условиях, в тяжелейших условиях, люди просто, не жалея сил, работали на износ. Не из-за денег, не из-за каких, понимаете, не из-за каких-то там, скажите, высоких амбиций, да. А просто для того, чтобы просто сохранить страну, сохранить народ. Понимаете? Вот и все. Это когда это было? Ну, Сталин когда жил это? А, в сталинское время. Добровольно, без принуждения. Я... Ну, конечно, класс, мысль удивительная. Ну, видите, видите, у вас как бы немножко другое, вот кто, если вы там, или кто-то другой захочет, чтобы было на самом деле, прочтите вот эту книжку. Я понял. Я понял. Не, очень, очень мудрая. А кто этот советник вождя, а кто он? А он тайный, он так из своего и не признался, кто он имя не назвал. А, рептилоид. Смотрите, он цветал всем речевый. Он, ну вот, вы рептилоид, вот вы рептилоид? Я, нет, я человек. А вот похоже на рептилоид, да, вы знаете. А я как бы и не спорю для вас, да. Вот не спорьте, да, да. А вот, а вот это самое, скажите, передал тайный советник после уже смерти вождя, уже ближе к развалу Советского Союза, он вот, Владимир Успенский, это писатель. Он мой передал все документы, что вот, я слышал, что ты пишешь книгу про Сталина, без этих документов тебе не написать. То есть человек, который с ним прошел весь этот путь, грубо говоря. А почему развалился Советский Союз? Ну, потому что не было частной собственности, было слабое место, не было частной собственности. Всем сказали, вот завод видишь, он будет твоим. И все, да, да, моим. Вот этот магазин видишь, вот ты директор в этом магазине, но ты же когда уйдешь, он будет чьим-то. А так ты передашь своим детям, да, да, и все хапанули. Ну так это же при Сталине, это же именно при Сталине, сталинская система попробовал бы кто-нибудь при Сталине иметь бы частный магазин, или завод, или мастерскую, ну такую крупную. Не, видите, в чем дело, не было такой фигуры после Сталина, как Сталин. Если были бы дальше такие продолжения, как Сталин, то сейчас бы весь мир был бы Советский Союз. И жили бы неплохо, жили бы хорошо. Ой, вы знаете, если мне это приснится, я буду криком кричать. Ну, конечно, я-то знаю, конечно, рептилоиды, только так. А какой концлагерь-то, вы о чем говорите-то? А, в Советском Союзе же не было концлагерей. Кто на территории России первый концлагерь организовал? Ленин. Англия. Англия. Во времена интервенции. А, а я думал, Ленин. А я думал, Ленин, он эти самые... Англия в Архангельске. А, в Архангельске, Англия, я понял. А Ленин подхватил. А я-то, думаю, научили. Кто же научил Советский Союз строительству концлагерей? Ну, вон оно что. Хорошо. Тюрьмы, если вы знали, то и первые тюрьмы построили тоже англичане. Вообще, это англосаксы, это страшные люди. Они научат орков. А так не посредовали никакого пенсия-то прочитать родину. Я понял. А может быть, что-нибудь умное, интересное хотите сказать напоследок? Нет, вы-то посоветуете книгу или ни одной книги не прочитали интересное? Вы-то прочитали что-то? Вы знаете, я вот все больше по физике, радиофизике, популяризации науки, это не для вас. В жизни что может прикладиться? По социологии, по философии, по психологии, любую интересную книгу, которую вы прочитали, которую вы можете порекомендовать мне и своим там зрителям, слушателям, кому-либо, я не знаю. Можно я вас выключу, а потом уже порекомендую? Да, ради бога. Друзі, от деякі книжки, шо лежать в мене біля ліжка. Фізика. Фізика. Непогана, 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 непоганий підручник, але треба його вдосконалити, або написати новий. Про ДНК, генплан, українською, до речі. Мет Рідлі, геном. Непогано було б оцю книжку українською. Брайан Грін, фізика. І нам дуже-дуже корисно оцей класичний британський підручник видати українською, будь ласка. Дякую. Дякую вам, друзі. Дай вам Боже щастя, здоров'я. Дякую тим, хто допомагає. Дякую вам. Дякую. 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 Продолжение следует...